Пятой средней школе Славенска на Кубани 7 лет назад было присвоено имя генерала армии, командующего воздушно-десантными войсками, героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. За это время в ряды юных десантников вступило более 180 учащихся, и посвящение в юные десантники – это одно из самых важных и значимых для ребят мероприятий. В памятном месте, где установлен бюст легендарного военачальника Василия Филипповича Маргелова, собрались учащиеся, их родители – ветераны воздушно-десантных войск. Открыло торжественное мероприятие директор пятой средней школы Нина Катаева. Ребята, сегодня вы вступаете в ряды юных маргеловцев. Мы поздравляем вас с этим событием и думаем, что вы достойно будете нести честь нашей школы. Участвую во всех соревнованиях и в конкурсах, и побеждая. Поэтому мы горды тем, что именно вам сегодня выпала такая честь стать юными маргеловцами. Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» возложили цветы к памятнику. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сердечно поздравил всех собравшихся с праздником. В первую очередь он обращался к самым юным участникам торжества. Не только почет, но и ответственность. Вы будете достойно учиться, радовать своих родителей оценками хорошими. Так? Да! Так. Вот. Я думаю, будете заниматься спортом. Так? Да! Так. Занимаетесь. И военно-прикладными видами спорта, да? Да! На ушки стрелять. Молодцы. Вот это будет настоящий маргеловцы. Мы гордимся вам. И вы должны гордиться. Вы в пятерочке, десантной пятерочке. В имени Василия Филипповича. Молодцы. Молодцы. Я от всей души поздравляю вас. Желаю вам всех спортивных побед. Побед в учебе и в жизни. За сохранение исторической памяти о ратных традициях и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Григорий Литовко вручил благодарственное письмо герою России Эдуарду Цееву. Герой России нередко приезжает в наш город на значимые мероприятия и встречи со школьниками, для которых его жизнь – пример для подражания. Спасибо большое администрации и организаторам сегодняшнего праздника за приглашение. Понимаете, наша молодежь от нас зависит, какая она будет. И сегодня вы видели блестящие глазки детишек. Им очень приятно. Для них это праздник. Это посвящение в юные десантники. Поэтому напутственные слова были на то, чтобы они учились хорошо и отлично. Они любили свою родину и были патриотами. Шефы учебного заведения поддерживают его и проводят здесь большую военно-патриотическую работу. Благодаря помощи 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и ветеранским десантным организациям в школе был открыт памятник Маргелову, созданные учебные классы с десантной направленностью. Вы будете защищать родину. Придете на место этих учителей, на место своих родителей. А в десанте всегда самые лучшие. Десантники всегда воевали, воюют и будут воевать лучше всех. Поэтому все ждут вас и в армии, и в училище, и на гражданском фронте. Поэтому поздравляем вас с вступлением, юные десантники. Всего вам хорошего. И вот наступает незабываемый момент. Звучит торжественная клятва вступающих в ряды юных десантников. Принимая на себя благородное и почетное звание, учащегося класса юного десантника обязуюсь верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине. Клянемся! Быть честным и верным товарищем. Клянемся! Быть образцом в учебе и поведении. Клянемся! Воспитать себя лучшие человеческие качества. Клянемся! Право одеть береты юным десантникам было предоставлено почетным гостям, ветеранам воздушно-десантных войск. Герои праздника с трудом сдерживали свое волнение. Я очень рада, что я вступила в ряды маргеловцев. Я буду стараться учиться, я буду участвовать во всех мероприятиях. Родители юных десантников или маргеловцев уверены, что ребята на правильном пути. Я горжусь своими детьми, я горжусь тем, что у нас такая замечательная школа, что они воспитывают в детях самого первого класса правильный, правильный, нужный сейчас нашей стране патриотизм. Чтобы дети самого первого класса понимали истинную ценность слова патриотизм, они прививают им любовь к Родине. Наши дети на примере великих героев видят то, каким должен быть истинный, ценный гражданин России. И очень надеемся, что именно такими они и станут. Завершилось мероприятие фотографированием у памятника командующего воздушно-десантными войсками. Любовь к отчизне воспитывается с самых юных лет. Кто любит, ценит, уважает накопленное и сохраненное предшествующими поколениями, может любить Родину, стать подлинным ее патриотом. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...